Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из вашего бота Telegram на почту Яндекс.Почта. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные про обращение клиентов из Telegram-бота в другие системы. Например, в Яндекс.Почта получать уведомления про обращение клиентов из Telegram-бота, чтобы всегда вовремя на них реагировать. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Telegram. Теперь необходимо указать действие. Получить новое сообщение. На этом этапе необходимо подключить ваш Telegram-бот к системе Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать токен бота. Для этого перейдите в ваш Telegram, найдите botfather и пропишите команду mybots. Далее в настройке бота выберите api-токен. Копируем токен и вставляем в соответствующее поле в системе Apex Drive. Если вы не знаете, как происходит создание и настройка Telegram-бота, то ссылка с подробной инструкцией будет в описании к этому ролику. Обратите внимание, если ваш бот был ранее подключен к другим системам, то это соединение нужно разорвать для корректной работы с Apex Drive. Как это сделать подробно описано в нашей справке, которая также будет в описании к этому ролику. Давайте проверим, существует ли у этого бота подключение к другим системам. Для этого необходимо в браузере вставить эту ссылку, где вместо текста прописать токен вашего бота. Вставляем токен бота. Теперь видно, что с ботом все в порядке и текущих подключений у него нет, но если у вашего бота есть подключения, то их можно удалить. Для этого копируем и вставляем в браузер другую команду. Текст также заменяем на токен бота, а команду проверки наличия подключения заменяем командой удаления этих подключений. После того, как вы проделали эти операции и существующих подключений нет, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке Активные аккаунты, выбираем его и продолжаем настройку. Для данной системы дополнительных настроек не предусмотрено, поэтому просто кликаем Продолжить. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому также кликаем Продолжить. Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если тестовые данные не появились автоматически, нажмите Загрузить тестовые данные из Telegram источник или попробуйте сгенерировать действие в вашем Telegram боте. Если вас все устраивает, кликаем Далее. На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Яндекс.Почта. Теперь необходимо указать действие, отправить письмо. Теперь необходимо подключить ваш аккаунт Яндекс.Почта к системе Апекс.Драйв. Для этого необходимо указать имейл и пароль личного кабинета Яндекс.Почта. Обратите внимание, в настройках Яндекс.Почта вам необходимо перейти в раздел «Почтовые программы» и включить протокол IMAP, а также необходимо выбрать способ авторизации «Портальный пароль». Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, необходимо нажать Enter. Когда все необходимые данные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Яндекс.Почта». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в пять минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok